В данном случае нам помогает Екатерина Герасимова, специалист по работе с молодёжью Центра путешественников. Там на дальнем от меня плане присоединяется Евгения Толмакаева, руководитель проекта «Лето в Красноярске. Доброе утро». Доброе утро. Так, я обещал про спальники поговорить. Собственно, сейчас давайте про спальники и некие рекомендации. Как нужно выбрать, не знаю, на что ориентироваться? Вот ваше персональное мнение. Смотря в какие походы вы ходите. Спальники бывают, ну, различаются они по наполнителю в основном. Это пуховые спальники, синтетические спальники и комбинированные спальники. Ну, вот пуховые, вроде как, кажется, что надёжные, такие тёплые. Насколько они необходимы? То есть, если зимой идёт... У них какой-то универсальный спальник, не знаю. Ну, универсальный, вот это комбинированные, когда их пух и синтетика вместе. Пуховые, они очень тёплые, но у них есть большой минус. Если они намокают, их очень тяжело высохнуть. Высушить, простите. То есть, они впитывают влагу, и придётся их... Ну, пух, наверное, да, сбивается в комья какие-то. Да, 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 да. А вот ещё, скажите, вот по таким формам. То есть, есть спальники вот такие, как кокон, да, которые... Кокон. Ну, растёгиваются только до определённого момента. А есть вот те, которые можно вместе состегнуть, да? Да, те, которые вот полностью расстегиваются. Да, спальники, одеяло. Ну, то есть, он полноценным расстёгивается одеялом. Да. В чем его плюс, что его можно постелить как покрывало, или использовать как одеяло, например, два спальника, или состегнуть два спальника вместе. Но спальники и коконы, они больше облегают тело. Сохраняют тепло. И сохраняют тепло. Такой надёжнее, получается, в плане тепла, да? Ну, да. Который целиком тебя упаковывает. Упаковывает. Да. По температуре, вот, собственно, тоже же, да, разные есть, там, которые выдерживают, там, не знаю, минус 30. Есть которые... Это экстрим прям, да. Да, у каждого... С минус 30, это ты в палаточке. Кто-то ходит зимой. Да, ходят зимние походы, но у каждого спальника есть экстрим температура. Эта температура не та, при которой вам будет комфортно спать. Это та, при которой вы не замёрзнете совсем. Средние спальники – это экстрим минус 15. Ну, вот, у меня на минус 15 вроде бы. То есть вот нужно примерно на такое рассчитывать, да? То есть универсальное. Я мёрзну, я люблю, когда мне тепло, поэтому у меня тёплый спальник. Некоторым нравится, когда полегче, потому что жарко уже спать, например, когда в более тёплую погоду. Есть такие же спальники, только летние, вот как у вас, наверное. Да, тоненький, хорошенький. Вот такой летний спальничек. Давай я тебя закрою. Мастер-класс, если мы помним, двух веков был. Ты у с ней. Давай. В подушечку. Отлично, и в подушечку. Ну, пока я примеряю... Всё, выносите, пожалуйста. Да, пока я примеряю спальник, я предлагаю послушать. Евгения, расскажите нам о возможностях попутешествовать в городе Красноярске без спальников и без таких сложных приготовлений, да? Что за проект у вас реализуется? Да, в этом году мы решили нашу молодёжь приучать всё-таки постепенно к походам. И это пилотный проект, называется «Лето в Красноярске». Мы предлагаем подросткам от 13 до 17 лет погрузиться в жизнь Красноярска и его пригорода. У нас есть три направления. Это лидер направления. Соответственно, туда мы включили мероприятия, которые касаются каких-то лидерских качеств подростков. Посещаем, ну, к примеру, вчера мы были в Центробанке. То есть мы доход. Оригинальный. Оригинальный поход. И тому подобные какие-то учреждения и предприятия. Направление «Краевед» – это исторические экскурсии, квесты. То есть всё в интерактивной форме, тоже по городу. И, конечно же, мы Центр путешественников не могли обойтись без направления «Путешественник». Это небольшие походы, не больше трёх часов вокруг Красноярска. Ну, к примеру, мы посещаем музей леса в Академгородке, совершаем небольшую прогулку по Академгородку и посещаем музей леса. Также у нас завтра буквально будет поход на Таргашинский хребет, на Красный гребень. В нашем арсенале ещё Николаевская сопка, заповедник Столбы. То есть такие небольшие маршрутики, куда мы вводим подростки. Где не требуется, там ночёвка, где... Абсолютно не требуется. Такого рюкзачка достаточно. Буквально вот такой рюкзачок. Главное, чтобы был заряженный телефон. Кружка. Кружка с собой, бутылочка под воду, салфетки. Ну, соответственно, сейчас жарко и без головного убора тоже не обойтись. Ну, если у нас переменчивая погода, то дождевичок небольшой. То есть, ну, свисток у меня ещё есть. И в принципе всё. В принципе всё, да. И какой-то лёгкий перекус там. Конфеты, орехи, сухофрукты. Чтобы принять участие, что нужно? Нужно просто там зарегистрироваться, не знаю, и сказать им просто прийти. Может быть, кто завтра ещё успеет? Или уже нет? Завтра мы набираем группы на неделю. То есть, мы с понедельника по пятницу с ребятами ходим. Нужно зарегистрироваться заранее. Пройти по ссылке в группе ВКонтакте, или это в Красноярске. Зарегистрироваться. Потом родитель приезжает к нам в центр путешественников. Там заключаем договор о том, что мы берём на себя ответственность за этого ребёнка. Подростки несовершеннолетние. И поэтому у нас всё это официально, юридически закрепляется. И, пожалуйста, всё, мы ждём. У нас, мы подстроили так мероприятие, что всё-таки даём возможность выспаться. То есть, это в 11-12 часов. То есть, очень комфортные условия создаём. Поэтому, пожалуйста, со следующей недели можно присоединяться. С какого лета? С 13 лет до 17. С 13 до 17. Всё лето в Красноярске. Спасибо вам огромное за рассказ и за некий мастер-класс по спальникам. Ну, а мы далее с нашими гостями прощаемся. Спасибо.